Уважаемые коллеги, мы начинаем пресс-конференцию. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и спецпредставитель генерального секретаря ООН господина Демистура. Уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы поздравить всех присутствующих с Всемирным Днём Свободы Печати, который в соответствии с решениями ООН отмечается сегодня. Я хочу выразить вам признательные за сотрудничество и поддержать всех журналистов, особенно тех, кто в горячих точках продолжает собирать информацию с риском для жизни и выразить соболезнования родным и близким всех тех, кто погиб, исполняя служебный долг. Мы провели сегодня переговоры с господином Демистурой. Были переговоры очень полезными. Мы в целом очень ценим регулярный обмен мнениями с нашими коллегами из ООН и Соединенных Штатов, с которыми мы являемся сопредседателями Международной группы поддержки Сирии. У нас общая позиция в том, что все параметры урегулирования во всех его аспектах, в политическом, в военном, в гуманитарном, содержатся в решениях Международной группы поддержки Сирии, которые были одобрены резолюциями Совета безопасности 2254 и 2268. И эти документы должны оставаться в основе всех наших усилий по урегулированию. И ключевой момент в том, что касается политического процесса, обеспечение того, чтобы сами сирийцы решали свою судьбу за переговорным столом, где должны присутствовать делегации правительства и всего спектра оппозиции. А внешние игроки должны помогать создавать необходимые условия для такого межсирийского диалога, а не навязывать собственные рецепты. Мы проанализировали итоги очередного раунда межсирийских переговоров, который состоялся 13-27 апреля в Женеве. Мы высоко ценим усилия господина Демистура и его команды по продвижению этого процесса. Он идет непросто. Пока еще не удается создать условия для того, чтобы диалог стал носить прямой характер и подлинно инклюзивный характер. Тем не менее, мы видим, что наши коллеги из Организации Объединенных Наций движутся в правильном направлении. Мы будем активно им в этом помогать. Мы обратили внимание, конечно, на ту позицию, которую занимают некоторые оппоненты режима, в частности, так называемый Высший комитет по переговорам. Позиция неконструктивная, ультимативная, я бы даже сказал высокомерная. И хотелось бы, чтобы эти попытки были признаны всеми нами неприемлемыми, и чтобы покровители вот таких непримиримых оппозиционеров, покровители, которые у них есть, руководствовались бы не собственными амбициями, в том числе неоимперскими, а исключительно интересами выполнения резолюции Совета Безопасности ООН. Мы обсудили и уделили много внимания режиму прекращения боевых действий, который был объявлен почти два месяца назад по инициативе России и США, и который был единогласно одобрен в резолюции Совета Безопасности 2268. Наша общая оценка, конечно же, уровень насилия значительно снизился. Мы удовлетворены тем, что к режиму прекращения боевых действий присоединяются все больше отрядов сирийской оппозиции, которые отвергают террористические методы. И по данным, которые были уже опубликованы, усилиями Российского центра по примирению, который расположен в Хмеймиме, уже более 90 населенных пунктов объявили о присоединении к режиму перемирия. И, конечно же, хватает еще пока отдельных группировок, которые хотели бы расшатать режим прекращения боевых действий, спровоцировать эскалацию. Этого нельзя им позволить. На то, чтобы именно так развивались события, на то, чтобы расширялось количество участников режима прекращения боевых действий, и чтобы этот режим расширялся и консолидировался, на это направлены наши усилия совместно с американскими партнерами. Развивается сотрудничество по военной линии. Военные двух стран находятся буквально в режиме ежедневных контактов. И это взаимодействие, которое сейчас осуществляется путем видеоконференций, приобретает прямой характер с созданием в самые ближайшие дни в Женеве совместного российско-американского центра оперативного реагирования на нарушение режима прекращения огня. Мы признательны организации объединенных наций за то, что она помогает нам в Женеве решить логистические вопросы создания такого российско-американского центра, где военные двух стран будут уже лицом к лицу обсуждать конкретное развитие ситуации на земле. И в тех случаях, когда режим прекращения боевых действий подвергается испытаниям, принимать необходимые меры реагирования. Благодаря усилиям военных двух стран, как вы знаете, в эти дни было объявлено прекращение огня в Латакии и Восточной Гуте на несколько дней. Но наша общая цель и наши американцев и ООНовцев, чтобы продлить этот режим, в идеале сделать его бессрочным. И сейчас завершается согласование между российскими и американскими военными объявление о прекращении огня в городе Алеппо. Я надеюсь, что в самое ближайшее время, может быть, даже в ближайшие часы такое решение будет объявлено. Разумеется, принимая решение о том, где конкретно действует режим прекращения огня, режим прекращения боевых действий, мы обязаны выполнять резолюцию 2254, которая очень четко исключила из этого режима так называемое исламское государство и Джабхата Нусру, и все группировки, которые связаны с ними и признаны в качестве террористических советом безопасности ООН. Не всегда удается оперативно решать вопросы с расширением зоны, где действует режим прекращения боевых действий, потому что очень часто наши партнеры просят учесть, что на соответствующих территориях находятся отряды умеренной оппозиции, которые перемешаны с позициями Джабхата Нусру. На это у нас очень простой ответ. Давно, сразу после принятия соответствующей резолюции, нам гарантировали, что умеренная оппозиция уйдет с тех территорий, которые занимает Джабхата Нусру или ИГИЛ. Этого, к сожалению, до сих пор не сделано. Это является одной из главных тем, которые мы обсуждаем с нашими американскими коллегами и призываем их выполнить дававшиеся на этот счет обещания. Те, кто считает себя умеренным, должен безоговорочно порвать с любыми террористическими группировками, прежде всего с Джабхата Нусрой, которая чаще других пытается прикрываться счетом из не входящих в нее группировок. А если эти группировки не уходят с позиции террористов, то вывод, по-моему, абсолютно очевиден. Мы также подчеркнули необходимость перекрытия каналов подпитки террористов вооружениями, боевиками. И в этой связи Россия считает все более актуальной задачей перекрытие турецкой границы, через которую такой транзит идет весьма и весьма активно, в ближайшие дни должен выйти очередной доклад генерального секретаря ООН во исполнение решений Совета безопасности о пресечении любой подпитки террористов. Мы очень надеемся, что факты, которые в секретарятие ООН имеются, о том, как эта сирийско-турецкая граница используется для поддержки террористических группировок, эти факты найдут свое отражение в докладе генерального секретаря. Россию, конечно же, беспокоят и не только нас одних. Действия турецкой стороны по обстрелу сирийской территории, продолжающиеся требования создавать в Сирии некие зоны безопасности, не говоря уже о все чаще раздающихся призывах готовить наземную операцию. Мы убеждены, что с такими призывами выступают те, кто не заинтересован в реальном политическом урегулировании, кто делает ставку на силовое решение. Мы убеждены, что это путь к очень катастрофическому развитию обстановки, и подобные призывы должны пресекаться. И тревожит также, что те, кто с такими призывами выступают, пытаются оправдать их якобы тем, что режим прекращения боевых действий не работает. Я объяснил те усилия, которые предпринимаются российскими и американскими военными. Прогресс налицо. Но для того, чтобы этот режим работал и был всеохватывающим, еще раз подчеркну, наши партнеры должны сделать все, чтобы убрать умеренных оппозиционеров, которые полагаются на зарубежную поддержку, с тех позиций, которые занимают террористы. Мы также сегодня подробно обсудили задачи, которые стоят перед нами в гуманитарной сфере, вопросы, связанные с расширением гуманитарного доступа в различные заблокированные районы Сирии. Для этого необходимо... Здесь тоже есть продвижение вперед, но ясно, что требуется гораздо большего. И мы понимаем необходимость работать и с оппозицией, и с правительством Сирийской Арабской Республики, чтобы здесь мы видели больше позитивных перемен. В целом, думаю, что сегодняшняя встреча позволила нам лучше понять, как подготовиться к дальнейшим шагам, включая следующий раунд переговоров, включая и вопросы, которые рассматриваются международной группой поддержки Сирии. Мы признательны господину Демистурию, его коллегам за их визит сюда и за очень содержательную беседу. Мы будем продолжать тесно сотрудничать и координировать наши действия. Благодарю вас, прежде всего, спасибо вам, господин Лавров, и спасибо вашим коллегам за то, что вы позволили этой возможности срочных консультаций материализоваться, поскольку мы очень хотели провести эти консультации с вами, даже с учетом того, что сегодня праздничный день. Главный приоритет, главная причина того, почему я приехал сюда, была возможность обсудить с Российской Федерацией, с ее властями то срочное чувство, что нынешние достижения не должны быть достигнуты впустую, и мы должны строиться на них и двигаться вперед. И опасность того, что мы придем к ничему, присутствовала. Вот почему я взял на себя смелость привлечь внимание в Совбезе основных спонсоров, то есть сопредседателей Российской Федерации и США, привлечь их внимание к тому, что сейчас режим приключения боевых действий находится в опасности. В марте мы смогли провести очень практические совместные дискуссии. И дело в чем, межсирийские переговоры, и там был такой положительный ветер, воздух, который был за этими переговорами, поскольку было чувство, что режим приключения боевых действий выполняется, конечно, несовершенно, но выполняется, и гуманитарный доступ выполняется, поэтому крайне важно достигнуть политического решения. Недавние переговоры сейчас были поставлены под угрозу теми новостями, что режим приключения боевых действий был более и более хрупким. Конечно, мы все равно смогли достигнуть определенных выводов. Если вы эти выводы прочитаете, то вы увидите определенный прогресс, особенно в первых шагах того, что может рассматриваться как нахождение общего понимания по политическому переходу, что является ключом к решению проблемы в Сирии. Это процесс, который ведется самими сирийцами при поддержке международного сообщества. Но вдруг затем мы получили чувство, что режим приключения боевых действий находится под угрозой. Вот почему сейчас у меня есть чувство и надежда, что мы сможем в своем роде заново запустить и заново реализовать этот режим. И это очень важно. Это имеет ключевое значение. Мы все надеемся, мы должны быть аккуратны, конечно, но мы надеемся, что вот это замечание, что через несколько часов мы сможем перезапустить режим прекращения боевых действий, неважно, как он будет называться, режим тишины и так далее, неважно. То есть сами сирийцы под этим хотят слышать, что не будет никаких бомбардировок, ракет, никаких кассетных боеприпасов и так далее. Чтобы они верили, что мы пытаемся это достигнуть совместно с ними. Если мы сможем этого достигнуть, мы вернемся на правильный путь. И ООН готовилась к этому. И ООН очень горда тем, что ООН смогла быстро организовать операционный центр, который будет технически и технологически даже более эффективен, чем предыдущие. Там будет больше персонала с обеих сторон, как с американской, так и с русской. Следующие наши шаги – это, конечно, подготовка определенной встречи в МГПС и, может быть, встречи с ООН, и подготовка к следующему раунду переговоров, которые должны будут быть началом конца кризиса в Сирии, поскольку ключевые слова здесь – это политический переход. Поэтому спасибо лично вам, Сергей. Спасибо вам большое, господин министр Лавров, что мы смогли провести эти конструктивные, активные и полезные переговоры. Дорогие коллеги, переходим к вопросам, пожалуйста, телеканала Russia Today. Мурат Газиев, РТ. Сергей Викторович, первый вопрос к вам. Как известно, вы договорились о создании нового мониторингового центра в Женеве. Расскажите, пожалуйста, как он будет отличаться от существующих в Мэйми и в Омане, и как он поспособствует урегулированию конфликта. И второй вопрос. Второй вопрос для вас, господин министр Лавров. Есть много разных мнений по любому по мирному процессу в Сирии между группировками вооруженной оппозиции. Некоторые поддерживают режим прекращения огня, другие отрицают его. Как МГПС сможет гарантировать, что все стороны будут придерживаться нового условия перемирия, учитывая то, что те области, где действуют эти группы, пересекаются? Мы уже говорили, и я упоминал об этом, и Стафан упоминал об этом, о создании совместного центра оперативного реагирования на нарушение режима прекращения боевых действий, который сейчас учреждается в Женеве американскими и российскими военными. И Организация Белённых Наций предоставляет нам помещение и другие логистические вещи, которые для этого центра необходимы. Что будет нового с созданием этого центра? Я думаю, гораздо более эффективный повседневный обмен информацией, оценками и повседневная же выработка мер реагирования. В отличие от нынешних контактов, которые осуществляются дистанционно, через видеоконференции между Хмеймимом и Амманом, и лишь пару раз руководители этих двух центров лично встречались, теперь будет постоянно действующий совместный центр, где российские и американские военные, другие специалисты будут за одним столом, глядя друг на друга, показывая друг другу соответствующие карты, внося конкретные предложения, будут смотреть, как сделать так, чтобы нарушения, которые сохраняются, нарушения режима прекращения боевых действий, чтобы они пресекались. Я думаю, что это очень большой, качественный шаг вперёд в более интенсивной координации российской стороны с американской, ну и в целом с возглавляемой Соединёнными Штатами антитеррористической коалицией. Просто дополнить то, что сказал господин министр Лавров. Я работал в ООН много лет, 45 уже лет, и я видел много режимов прекращения огня или режимов прекращения боевых действий во многих конфликтах, которые были гораздо менее сложными, чем данный конфликт в Сирии. И очень редко эти режимы были совершенными. Всегда есть нарушения, но секрет в том, чтобы быть способными сдержать эти нарушения и сдержать взрывы насилия, что произошло недавно в Алеппо. И поэтому этот операционный центр, такой эффективный, как мы пытаемся его создать, должен и обязан работать для этой цели. Это действительно такая операция в реальном времени по сдерживанию, нарушению режимов прекращения боевых действий. Я надеюсь, что этот центр ещё расширит свою деятельность в будущем. Второй ваш вопрос. 27 февраля было то, что многие сочли просто чудом, поскольку после пятилетнего конфликта никто не ожидал, что простым решением России и США, конечно, в консультации с их собственными партнёрами и людьми в тех странах, которые они знают, будут объявлены правила игры по статусу прекращения боевых действий. Но это случилось. И этого достигли МГПС и Совет ООН, приняв чёткие правила, которые до сих пор, естественно, применяются. Вот ответ на ваш второй вопрос, поскольку любой, кто хочет быть частью режима прекращения боевых действий, должен читать эти правила и применять их. Спасибо. Я только добавлю, что абсолютно согласен со Стафаном, а те, кто не согласен с этими правилами, они являются законной целью, потому что так решил Совет Безопасности ООН. Пожалуйста, следующий вопрос. Агентство ТАСС. Дарья Морозова, информагентство ТАСС. Вопрос к Сергею Викторовичу. Сегодня по итогам встречи считаете ли вы, что сложились условия для проведения встречи международной группы поддержки Сирии? И второй вопрос к господину Стафану Демистури. С учётом проведённых консультаций в Женеве с господином Керри и Сергеем Викторовичем, сегодня, когда вы рассчитываете возобновить межсирийские переговоры? Спасибо. Что касается дальнейшей работы Международной группы поддержки Сирии, то, да, мы не исключаем её проведение где-то в обозримом будущем. Но исходя, конечно же, из того, что мы не будем изобретать каких-то новых схем урегулирования, потому что все параметры дорожной карты уже согласованы и одобрены Советом Безопасности ООН. Это касается и режима прекращения боевых действий, о чём мы уже подробно сегодня говорили. Это касается и гуманитарного доступа на всей территории Сирии, чем сейчас активно занимается целевая группа по гуманитарному взаимодействию в Женеве, и, конечно же, политический процесс. Поэтому мы будем рассчитывать на то, что очередное заседание Международной группы поддержки Сирии будет хорошо подготовлено и будет иметь какую-то добавленную стоимость. Наверное, это можно сделать, если сконцентрироваться на поддержке усилий Стафана Демистуры. Как я уже сказал, последний раунд переговоров был очень полезным и весьма и весьма конкретным. И можно подумать о той форме, в которой такая поддержка была бы оказана нашим коллегам из Организации Объединённых Наций. Будем, естественно, интересоваться, в каком виде оптимально такую поддержку оказать. Но, повторю, речь может идти только о выполнении уже принятых решений, о более детальных подходах к тем или иным вопросам, но ни в коем случае не о переписывании того, что одобрено Советом Безопасности, включая в том, что касается политический процесс, главный принцип, что только сами сирийцы могут решать судьбу своей страны. Май будет очень важным месяцем для Сирии и для всех нас. Если, как мы все надеемся, будет определенный вид подтверждения того, что даже Алеппо вернется к режиму прекращения боевых действий, то все мы можем представить, что в то же самое время мы возобновим переговоры и будем продвигать еще и гуманитарный доступ, поскольку все это взаимосвязано. Ничто не является условием для чего-то другого, но все это взаимосвязанный процесс. И, может быть, у нас могут быть даже технические встречи, которые уже доказали свою эффективность Сергея, когда они проходили в Женеве еще где-то, по подготовке к следующим межсирийским переговорам. Если в то же время пройдет встреча МГПС, которая усилит работу международного сообщества по тем пунктам, о которых мы уже согласились, это может стать очень важным решением для сирийцев. И, пожалуйста, Альмейдин. Добрый день. Салям Алиль. Телеканал Альмейдин. У меня вопрос к господину Демисторе. Но прежде я хотел бы попросить Сергея Викторовича о некотором уточнении. Вот по поводу мер реагирования. Предусматривает ли эти меры применение мер военного характера? Кто это будет делать? Российская сторона, коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, сирийская армия? Вот если можно, вот уточните. Вот вопрос к господину Демисторе. Господин Демисторе, вот некоторые ключевые региональные игроки по-прежнему настаивают на уход президента Башара Асада как предварительное условие. Как можно говорить о продвижении политического процесса, о начале прямых переговоров между сирийским правительством и оппозицией при наличии такой жесткой оппозиции, которая, как все мы полагаем, мешает именно переходу к политическому университету? Спасибо. Ну, что касается вопроса о том, кто будет принимать меры по пресечению нарушения режима прекращения боевых действий, ответ содержится в резолюции 2268, которая одобрила российско-американский план. Этот план воспроизведен в приложении к указанной резолюции, и он является открытым документом. Там все написано, я не буду просто его повторять. И, пользуясь случаем, прежде чем Стафан ответит на ваш вопрос, хочу подчеркнуть позицию России, которую я уже сегодня обозначал, что все подписались под основополагающим принципом, что лишь сами сирийцы могут определять судьбу своей страны, и это необходимо уважать в полной мере. И мы призываем всех наших партнеров, прежде всего Соединенные Штаты, как сопредседателей в Международной группе поддержки Сирии использовать свое влияние на членов возглавляемой ими коалиции, для того, чтобы подобные ультиматумы, нацеленные на срыв переговорного процесса и, наверное, еще на попытку оправдать силовой сценарий, чтобы они были полностью прекращены. Это противоречит всем принимавшимся решениям, начиная с Женевского коммуникея от июня 2012 года, где сказано, что переходный процесс политической реформы в Сирии должны базироваться на межсирийском диалоге между правительством и всем спектром оппозиции и должны определяться на основе их взаимного согласия. Только такой путь будет устойчивым и не будет создавать новых рисков в этой важнейшей стране-регионах. Для меня руководящими документами являются Резолюции Совета Безопасности ООН, а в резолюциях четко прописан путь вперед. Вот, резолюция 2254, допустим. Подумайте о нем. Посмотрите на концепт дорожной карты. Мы говорим о новом переходном управлении, согласно Женевскому коммунике, новом переходном управлении, за которым пойдет в рамках этого управления новая конституция, новые выборы, как президентские, так и парламентские, под надзором ООН, включая участие определенных диаспор. И я думаю, там вполне есть пространство для политического перехода. И, честно говоря, те общие точки, которые мы смогли найти на этих дискуссиях, это как раз продвижение по этому пути, политический переход. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. На этом мы завершаем пресс-конференцию. Спасибо. 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 Спасибо.